МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Новые руководители назначены на ключевые ответственные посты. Геннадий Соловей утвержден в должности председателя Гомельского облсполкома. Александр Сидоренко и Андрей Турук возглавили Житковичский и Кармянский районы. Вторая жизнь неиспользуемой недвижимости, опыт региона, успехи и трудности в интервью с председателем областного комитета госимущества Натальей Сацута. С добросовестными работниками контракт на максимальный срок. Нововведения Трудового кодекса наши корреспонденты обсудили с представителями профсоюзов. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. На этой неделе президент Беларуси принял ряд кадровых решений, касающихся Гомельской области. В частности, Александр Лукашенко назначил председателем облсполкома Геннадия Соловья. Во вторник его кандидатуру единогласно утвердили на сессии Гомельского областного совета депутатов. В Большом зале Гомельского облсполкома члены Совета Республики, депутаты национального собрания и областного совета, руководители исполнительных комитетов, предприятий и организаций региона. Геннадий Соловей родился в 1963 году в Новогрудском районе. Трудовой путь начинал зоотехником. На разных должностях работал в сельских хозяйствах Минской области. Возглавлял Клецкий и Несвежский районы. С ноября прошлого года был первым заместителем председателя Гомельского облсполкома. Хорошие отзывы о работе Геннадия Михайловича уже в должности первого заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета. На самом деле Геннадий Михайлович требовательный, принципиальный и честный человек. Это, скажем, моя личная характеристика и не только моя. Я просто уверен, что с его приходом и назначением на должность председателя Гомельского областного исполнительного комитета область получит новый импульс в своем развитии. Во время представления Геннадия Соловья характеризует как человека, который может решать задачи любой сложности. Утверждение в должности председателя облсполкома проходит открытым голосованием. Все депутаты – за. Геннадий Соловей получает удостоверение главы региона и приступает к исполнению своих обязанностей. Конечно, в развитии промышленности есть определенные проблемы, которые мы нацелены решать. Есть вопросы, которые сегодня мы должны однозначно уделить нашему сельскому хозяйству. И предназначение президента было обращено внимание. Да, на самом деле Гомельшина, она имеет определенный свой спектр развития, она имеет свои определенные и проблемы, которые мы сегодня однозначно должны принять решение и исполнять для того, чтобы нарастить объемы производства. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели. Кроме того, президент Беларуси дал согласие на назначение Александра Сидоренко председателем Житковического райисполкома и Андрея Турука председателем Кармянского райисполкома. Генеральным директором Белорусского металлургического завода стал Дмитрий Корчик. Производительность труда, новые рабочие места, экспорт товаров и услуг. На неделе на заседании Гомельского облсполкома обсудили итоги социально-экономического развития региона в первом полугодии. 5 из 7 запланированных показателей выполнены. В отдельных сферах следует прибавить. Подробности в следующем материале. Первые 6 месяцев года выдались напряженными и не выполнен показатель по воловому региональному продукту. При прогнозе 101,5% результат 100,5%. Причины объективные. На ситуацию кардинальным образом повлиял резонансный случай с загрязненной нефтью, попавшей в трубопровод «Дружба». Простой длиной более месяца не позволил добрать 9,5% в РП. Определенные проблемы сейчас существуют и в сельском хозяйстве. Связаны они со снижением производства мяса. Однако это не так критично. В следующем полугодии убытки будут возмещены со сбором нового урожая. По остальным сферам динамика положительная. Если говорить по показателям, то определенно радует показатель внешней торговли. Область находится в годовых прогнозных показателях по экспорту товаров на уровне 110%, по экспорту услуг на уровне 108%. Поэтому позицию эту мы будем укреплять. Внимаю, что работа на внешних рынках – это увеличение тех же объемов при практически постоянном внутреннем спросе. Диверсификация экспорта по-прежнему среди основных задач, когда речь идет о внешней торговле. Активно осваиваются новые рынки Северной Африки и Ближнего Востока. Все больше товаров, произведенных на Гомельщине, отправляются в Китай. Самая востребованная – продукция молочной переработки, металлургия и сельскохозяйственная техника. Важным направлением для развития хозяйственного комплекса остается создание новых производств и, соответственно, новых рабочих мест. По итогам полугодия мы… созданы у нас 348 новых предприятий. Ряд предприятий пока еще на уровне микро и малых предприятий. Но мы надеемся, что они в дальнейшем будут развиваться. Поэтому по предварительной оценке те задачи выполнены. В этом году уже трудоустроено более 3000 человек. Нам созданы рабочие места, в том числе на предприятиях, созданные в этом году, уже трудоустроено более 500 человек. Еще одна позитивная тенденция – это рост средней заработной платы. По итогам последнего отчетного месяца полугодия – июня – она составила 970 рублей. Дмитрий Котов, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели» на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Хозяйство Гомельской области убрали зерновые более чем на половине площадей. Отметку в 50% преодолели в большинстве районов. Лидер по этому показателю – Лоевский. Здесь осталось обмолотить всего около 10%. В среднем за день в регионе убирают 3%. Ускорить темпы не позволяет погода. Средняя урожайность – 23 центнера с гектара. В счет госзаказа поставлено около половины запланированного объема зерна и более 70% рапса. Дождливая погода замедляет и уборку льна. Под эту культуру в области было отведено 5000 гектаров. Засуха в начале лета снизила площади на 400 гектаров. На переработку уже отправлена десятая часть льно-тресты. Фестиваль «Льняная карусель» прошел в субботу в городском поселке Карма. События разворачивались в Центральном парке. Организаторы подготовили здесь множество тематических локаций. Узнать о том, насколько широка сфера применения северного шелка, можно было во время льняного парада. Различные предметы гардероба представили на льняном дефиле. Всевозможные подделки, вещи из-за льна – в экспозиции декоративно-прикладного искусства. Особенностью нынешнего фестиваля стал образовательный блок – экспресс-курсы по истории производства льна, его использованию в кулинарии, косметологии, при изготовлении одежды. Своим мастерством делились и ремесленники. В этом году фестиваль существенно расширил географию. К участию пригласили не только жители белорусских регионов, но и представителей России, Украины, Бельгии и Австрии. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк с рабочим визитом посетил Реческий район. Он побывал на производственных объектах предприятия «Беларусьнефть» и провел личный прием граждан. Среди тем, которые поднимались во время встречи с населением, осуществление госзакупок, мошенничество в сфере строительства жилья и возможность получения информации о судимости о граждан, которых принимают на работу в детские лагеря. Кроме того, прозвучало обращение с просьбой о наведении порядка в лесах после вырубки поврежденных короедом деревьев. После уничтожения участка в лесополосном остаются остатки древесины, возможно, с наличием жуковредителя. Александр Конюк дал две недели для проверки подобных фактов местными органами прокуратуры совместно с представителями Государственной инспекции охраны природного и растительного мира. Сотрудники органов государственного контроля отметили столетний юбилей ведомства, которое ведет свою историю с 1919 года. А со дня основания КГК в его современном виде исполнилось ровно 25. К этой дате в Гомеле приурочили торжественное собрание. Лучшие сотрудники КГО области и ветераны службы получили награды и благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов. А сегодня свой профессиональный праздник – День железнодорожника – отмечают сотрудники стальных магистралей Беларуси. Белорусская железная дорога не только лидер национальной системы перевозок, но и один из крупнейших работодателей в стране. На железной дороге работают около 80 тысяч человек. Из них 15% в Гомельском отделении. Кстати, у железнодорожников нашего региона есть особый повод для гордости – первое место в отраслевом соревновании. Кроме того, предприятие «Гомель Желдор Транс» занесено на республиканскую доску почета по итогам минувшего года. На днях в Гомеле на интернет-аукционе продали здание бывшей школы. Приобрести четырехэтажный кирпичный объект общей площадью 2500 квадратных метров пожелали три участника аукциона. Начальная цена лота равнялась одной базовой величине. В результате торгов она выросла практически до 1000 рублей. Таким образом, один квадратный метр недвижимости в областном центре победитель аукциона приобрел всего за 40 копеек. Важное пояснение. Возможность приобретения имущества за базовую величину своего рода бонус от государства для новых собственников. Сэкономленные деньги покупатель должен вложить в реконструкцию объекта. Об опыте региона по работе с неиспользуемой недвижимостью наше большое воскресное интервью с председателем комитета государственного имущества Гомельского облсполкома Натальей Сацута. Вторая жизнь неиспользуемого имущества. Наталья Владимировна, почему этой теме, особенно в последние лет 5-10, на высоком государственном уровне в Беларуси уделяется большое внимание? Я хочу сказать, что в последние годы во всем мире, естественно, в нашей стране происходят значительные изменения во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Производство переходит полностью на автоматизированное управление. В сельском хозяйстве меняются требования госстандарты. Социально-культурные объекты также переходят на новые функции своего существования. Поэтому здесь необходимо отметить два аспекта. Такие объекты неиспользуемые. Это в любом случае балласт очень серьезный для всех организаций, у которых находятся на балансе данные объекты. Это необходимо выделение значительных средств на содержание объектов, на уплату налогов по недвижимости, и также обеспечение сохранности данных объектов. Второе, необходимо не забывать, что это все-таки денежные средства, и порой очень большие, которые были вложены в объекты недвижимости, и сегодня находятся в таком состоянии. Я считаю, и цель нашей работы, чтобы эти деньги, вложенные в объекты недвижимости, работали на экономику нашего региона. Поэтому последние 10 лет, даже более 10 лет, в нашей стране, на уровне руководства, начиная от правительства и местных органов власти, уделяется особое внимание этой теме. Думаю, доводов достаточно. И все-таки вы, наверное, достаточно часто сталкивались с похожими мыслями. А не проще ли построить новое? Задают нам такие вопросы, и у многих людей бытует такое мнение. Может быть, где-то кто-то и прав. Но необходимо не забывать, что строительство – это достаточно серьезное дело. Строительство начинается от выбора земельного участка, это самое главное. Далее разрешительную документацию нужно получить. Естественно, разработать проектную документацию. Но и самое главное для собственника – это временные затраты, финансовые значительные затраты, но, естественно, его силы. Зачем сегодня уделять такое большое внимание вот этому процессу, когда мы имеем много объектов, расположенных во всех регионах нашей области, уже готовые. У нас очень много объектов с коммуникациями. У нас очень много объектов, практически отремонтированных достаточно недавно. Поэтому их можно с минимальными затратами собственнику, новому покупателю, уже использовать сегодня. Насколько успешно гомельчане, жители области, работают с этой темой в масштабах страны? Гомельская область последние несколько лет занимает лидирующие позиции по выполнению календарных графиков вовлечения в хозяйственный оборот. Как коммунальных объектов недвижимости, так и объектов недвижимости акционерных обществ доли коммунальной собственности. Также хочу отметить, что последних полгода мы вышли на самый низкий в республике показатель количества неиспользуемых площадей. В общем объеме площадей государственной собственности. Он составляет 2,3% от общей площади госсобственности. Наталья Владимировна, чтобы зрителям было более понятно и наглядно, буквально несколько примеров успешных сделок? У нас очень много успешных сделок, примеров. Такие, которые на виду у каждого. Давайте про Гомель, например. В городе Гомель тот же самый известный центр Мандарин Плаза был продан. И сегодня гомельчане видят, насколько успешно реализован проект. Замечательный магазин. Магазин Еврооп по улице Владимирова также в свое время был продан. И сегодня функционирует уже много лет. В последнее время, в 2017 году мы продали здание по улице Брыкина 275. Уже сегодня там собственник открыл магазин непродовольственных товаров. И сейчас дает в аренду. И таких примеров действительно много. Не только в Гомеле, областном центре, но и в регионах. В регионах во всех есть хорошие примеры. И даже в отдаленных населенных пунктах наши объекты приобретенно используются в различных направлениях. Начиная от производства. В последнее время, естественно, это деревообработка, в первую очередь, занимает удельный вес. Во-вторых, объекты используются под торговлю. Объекты социально-культурного назначения. Парикмахерские, маникюрные кабинеты и так далее. И развитие агроэкотуризма. База отдыха ранчо. Это тоже бывший проданный лагерь через нашим комитетом. Я правильно понимаю, у каждого, ну или практически у каждого сегодня есть возможность обзавестись недвижимостью за одну базовую? Да, сегодня есть возможность приобрести объекты на аукционных торгах по начальной цене, равной одной базовой величине. Абсолютно у всех заинтересованных, как у юридических лиц, так и у физических лиц, граждан Республики Беларусь и иностранных граждан. Но необходимо не забывать, что когда доходит стоимость продажи до одной базовой величины, сразу же появляется очень много претендентов. На электронных торгах, которые мы проводили на Белорусской универсальной товарной бирже, на один объект недвижимости, заявилось сразу 16 претендентов. Естественно, цена возросла на один объект 220 раз, на второй объект 1170 раз. Хотя в 70% как раз-таки сделки происходят за одну базовую? Да, по начальной цене равной одной базовой величине. Это в текущем году на 70% проданных объектов как раз-таки были проданы на таких торгах. В среднем эта цифра составляет минимум 50% каждый год мы продаем за базовую величину. Я бы хотела еще отметить, что при продаже за базовую величину объектов у покупателей возникают условия. Они обязаны выполнить ряд условий в установленные сроки. Поэтому здесь есть еще определенные обязательства. И в последнее время немножко меняется тенденция. Все-таки представители бизнеса умеют считать свои деньги и свои цели. Они уже готовы сегодня заплатить чуть больше денег, но получить собственность сразу объекта недвижимости. Поэтому сейчас увеличивается количество объектов, проданных с понижением до минус 80%. И в завершение для того, чтобы подвести черту в разговоре, важное дополнение. Все-таки для государства, думаю, согласитесь, продажа не сама цель. Главное, чтобы в этих объектах снова забурлила жизнь. Абсолютно с вами согласна. И цель нашей страны в работе с неиспользуемым имуществом – это восстановление этих объектов, чтобы они работали в дальнейшем на экономику нашей страны. Это все-таки новые рабочие места, это создание новых производств, это развитие малого и среднего бизнеса, это дополнительное поступление в бюджет в виде налогов. И самое главное – это наведение порядка на земле, благоустройство окружающей территории. Наталья Владимировна, спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Президент Беларуси подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Работа над этим документом велась два с половиной года. Одним из его разработчиков стала Республиканская Федерация профсоюзов, которая внесла более 40 предложений по изменению 30 статей. Кроме того, Федерация заблокировала некоторые предложения нанимателей, которые, на ее взгляд, могли бы ухудшить положение работников. О необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс Беларусские профсоюзы говорили давно. Тем более, что для этого было несколько причин. И законодательство изменилось, и опыт отстаивания интересов работников в судах накопился немалый. К работе привлекли регионы. Необходимо было учесть опыт всех областей. Естественно, конечно, была проработка по областям. Были высланы запросы. Мы давали свои предложения, в том числе от Гомельской области. Как мы видим, в связи с наработанной судебной практикой, наше участие в судах при защите прав трудящихся. Как мы видим и какие мы видим изменения, которые позволили нам в полной мере защищать права. В том числе и в суде. Ну и в досудебном порядке также. Все предложения были приняты в Минске, все были обсуждены и вынесены в рабочую группу. Положение, которое обсуждается, пожалуй, наиболее активно – так называемый временный перевод. Наниматель по-прежнему имеет право перевести работника на другую работу, в том числе в другую местность и к другому нанимателю. Но теперь этот процесс детально регламентируется. К тому же, происходить такой временный перевод может только с согласия самого работника. Временный перевод работника к другому нанимателю возможен в случае наличия согласия работника на срок до 6 месяцев в течение календарного года, а также в случае производственной необходимости – это статья 33 Трудового кодекса без согласия работника на срок до 1 месяца, на больший срок с согласия работника. И также в случае простоя. Новый Трудовой кодекс также конкретизирует понятие простоя, то есть это временное отсутствие работы. Заработная плата будет по выполняемой работе, но не ниже того заработка, который имел работник до перевода. Вопрос, о котором Федерации профсоюзов говорили несколько лет. Контрактная форма найма. Контракты остаются, однако теперь добросовестные работники могут рассчитывать, что им не придется ожидать решения администрации каждый год. Если у работника не было дисциплинарных взысканий, значит, наниматель обязан в соответствии с изменениями продлить контракт работнику на наибольший возможный срок. Право работника принять эти предложения на эти сроки. Вы вправе отказаться, это ваше право. Еще одно нововведение касается штрафных санкций. Проведенный мониторинг свидетельствует, зачастую наниматель заставляет выплачивать штраф, наложенный на предприятие конкретного работника, в качестве примера ошибки при учете товарно-материальных ценностей. Вред, нанесенный предприятию, специалисту придется компенсировать. Однако штраф, наложенный контролирующими органами, все-таки не его проблема. Новый трудовой кодекс предусматривает, что сработника, нанимателю будет невозможно взыскать те штрафы, которые наложены на юридическое лицо контрольными и надзорными органами. Обусловлено это изменение прежде всего тем, что размер ответственности для физических лиц и для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, он существенно различается. И, соответственно, штрафы, которые налагаются за определенные правонарушения, совершенные юридическим лицом, сумма значительно выше. И зачастую данная сумма непосильна для выплаты работнику. Закон о внесении изменений в трудовой кодекс – документ объемный, и без помощи специалистов разобраться в некоторых нормах непросто. Консультацию о нововведениях можно получить у правовых профсоюзных инспекторов. В интернете много комментариев по этому поводу. И насколько они комментируют именно правильно, здесь я не могу за них отвечать – правильно, неправильно. Дело в том, что любое изменение, которое Федерация профсоюзов вносила на рассмотрение рабочей группы, оно лишь только в поддержку прав трудящихся, которые мы имеем сейчас с вами в связи с принятием этого законопроекта. Вернее, уже закона, подписанного президентом. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько. Новости недели. Дни культуры Узбекистана прошли на этой неделе в Беларуси. Форум торжественно открылся на сцене Белгосфилармонии. Гостей встречали народные узбекские ансамбли песни и танца и сольные исполнители. Выставки презентовали национальную одежду, аксессуары, вышивку, текстиль, лаковую миниатюру и резьбу по дереву. А гомельчане тем временем ближе знакомились с родным краем и белорусскими традициями с помощью снимков талантливых фотографов. Подробнее об этом и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. С этими строками Якуба Колоса могут согласиться сотни тысяч людей. Красоты родного края вдохновляли и продолжают вдохновлять не только поэтов и писателей, а также музыкантов и художников. Запечатлеть и поделиться частичкой своей малой родины с другими стараются и фотографы. Так, в областной библиотеке имени Ленина представили передвижную футовыставку издательского дома «Беларусь сегодня». В экспозиции лучшей работы конкурса «Мой родный куд». Из всех уголков страны на него прислали около трех тысяч снимков. По итогам голосования читателей и жюри из них выбрали 30 в номинациях «Земляки» и «Малая родина». Каждая из них – это незабываемый, по-своему прекрасный момент чьей-то жизни. В областной библиотеке футовыставка будет экспонироваться 10 дней. Затем ее увидят жители Мозыря и Жлобина. Огомельская художница Екатерина Мохарева презентовала гостям библиотеки имени Герцена 30 пейзажных снимков. Ее первая персональная выставка фотографий «У любови до родных окраю» приглашает вернуться мыслями в любимые и дорогие с детства места. На снимках умиротворяющая белорусская природа. Травы и деревья, птицы, насекомые, речные берега и загородные просторы. Фотография – лишь одно из увлечений Екатерины. Девушка также занимается живописью, ручным качеством и росписью по ткани. В Дворцово-парковом ансамбле начался республиканский пленэр изобразительного искусства. Это одна из самых знаковых акций, посвященных 100-летнему юбилею музея. Девять членов Белорусского союза художников, среди которых Анатолий Отчик, Владимир Тихонов, Николай Бондарчук и Александр Костюченко, в течение недели будут создавать авторские произведения на территории Дворца и парка. По окончании пленэра 8 августа гостям презентуют готовые работы живописцев, еще пахнущие красками. В дни юбилейных торжеств доработанные картины художники подарят музею. В выставочном зале областного центра народного творчества работает выставка живописи Ивана Ферцака «За окном окно». Художник, выросший на Украине, переехал в Гомель в начале 90-х и успешно заявил о себе как о мастере пейзажа. После стал экспериментировать с композицией, цветом и пространством. Это привело к созданию абстрактных работ, полных философских раздумий и мистицизма. Автор уверен, что художник должен не терять ощущение новизны мира, а продолжать удивляться и дарить яркие эмоции зрителю. Я актриса. Понимаешь? Актриса. Играла письмо на спектакле «Тилармония». Потом должна была улететь. Но меня задержала вот эта вот милиционерша Суслика из-за того, что у меня паспорт просмотрел. Нет, ну как будто я виноват. Гомельский областной драматический театр завершил 80-й сезон премьеры «Девять белых хоризонтем» по пьесе Николая Калиды. Спектакль погрузил зрителей в размышления о случайностях и предопределенности. По сюжету главная героиня попадает в отделение полиции аэропорта из-за ошибки в документах. И эта ночь меняет ее будущее и даже прошлое. Случайная встреча помогла героям найти потерянных любимых людей, обрести надежду и радость. Режиссер-постановщик мелодрамы, заслуженный деятель искусств России Михаил Мамедов уже известен гомельчанам по спектаклям «Незамужняя женщина» и «Женское счастье». С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова